Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Ширкина представляет Обзор изысканных романов о чистой любви для безнадежных романтиков Джоджо Моэс. Джоджо Моэс – журналистка и британская писательница, известная своими романами, которые захватывают сердца читателей по всему миру. Ее книги часто входят в список любимых произведений многих, кто не прочь окунуться в мир эмоций и приключений. Полное имя писательницы – Полина Сара Джо. Джоджо Моэс родилась 4 августа 1969 года в Мэйтстоне, графство Кент. Окончила Лондонский университет. В 1992 году выиграла стипендию ежедневной британской газеты The Independent и в результате смогла поступить в аспирантуру Лондонского городского университета. В редакции этой газеты Моэс проработала 10 лет. Была и репортером, и редактором отдела новостей и искусства. С журналистикой Джоджо не рассталась до сих пор, и сейчас она ведет колонку в одном из журналов. После рождения первого ребенка Моэс поняла, что не сможет, как и прежде, путешествовать по миру в качестве корреспондента. И параллельно со статьями она принялась за роман, сделав ставку на любовный жанр. Начало писательской карьеры Джоджо не было слишком успешным. Первые три рукописи, написанные ей, были отвергнуты в издательство. Написав четвертую, Моэс пообещала себе, что если не на этот раз книгой никто не заинтересуется, она оставит все попытки стать писательницей. Но произошло чудо. На этот раз за право издать ее роман стали сражаться сразу шесть издательств. В 2002 году была опубликована ее книга «Счастливые шаги под дождем». Сюжет, который основан на реальной истории жизни и любви бабушки и дедушки Джоджо Моэс. Это незабываемая и трогательная история женщин трех поколений, связанных нерасторжимыми узами. Когда 20-летняя Джой знакомится с красивым офицером флота Эдвардом, она влюблена, мечтает о счастливой семейной жизни и о дочери. Но отношения с дочерью Кейт далеки от идеала, и дочь бежит из дома, поплявшись себе, что если у нее когда-нибудь будет дочь, то уж она, Кейт, станет ей лучшей подругой, и они никогда не будут разлучаться. Но история повторяется. Сабина, дочь Кейт, выросла упрямая и дерзкая, она с презрением относится к своей матери. И вот обстоятельства складываются так, что Сабина приезжает к своей бабушке Джой, но между ними слишком мало общего. И вот уже возникает конфликт, который только усиливается, когда в доме появляется Кейт. Что произойдет, когда эта странная семья воссоединится после стольких лет разлуки и непонимания? Какие темные секреты, связанные глубоко в тайниках души, выйдут на поверхность? И чтобы у вас знать об этом, читайте дебютный роман Джорджа Моэс. После выхода в свет этой книги, книга имела невероятный успех. И Моэс решила и полностью посвятить себя писательскому ремеслу. И писательница выпускает новые книги. Вилла Аркадия, где живет счастье, корабль невест, серебристая бухта, ночная музыка. И главная идея ее произведений – всепоглощающая, всепрощающая и всеобъясняющая любовь. Но не та, которая ослепляет и делает человека безвольным. И на первый план у Джорджа Моэс выступает деятельная женщина, сильная духом. Невероятный успех Джорджа Моэс принес роман «До встречи с тобой», который был опубликован в 2012 году. Джорджа Моэс написала эту книгу после случайно услышанной по радио новости о парализованном молодом спортсмене, который выбрал эвтаназию. Герой романа – Лу Кларк, спокойная жизнерадостная девушка, работает в кафе и не знает, что скоро ее жизнь изменится, и ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свои проблемы. Уильям Трейнер – молодой парень из богатой семьи, успешный бизнесмен, живет полно жизнью, любит экстремальные виды спорта и роскошных женщин. Но все меняется, когда он попадает под колеса мотоцикла. И этот мотоциклист отнимает у него желание жить. И он точно знает, что надо делать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга. Написанное легким, понятным языком, с долг для юмора и иронии произведение заставляет читателей смеяться и плакать одновременно. Тех, кто любит хэппи-энды, ждет большое разочарование. Однако книга стоит того, чтобы ее прочесть. Все переживания и эмоции героев читатель сможет прочувствовать на себе. И конец истории никого не оставит равнодушным. Эта история о любви к жизни после несчастного случая тронула сердца миллионов читателей. И роман был экранизирован. Джорджа Моэс сама являлась автором сценария для одноименного фильма. Фильм вышел на экраны в 2016 году и имел большой успех. Главные роли исполняли Эмилия Кларк и Сэм Клаффлин. Писательница не хотела продолжать рассказ о Лу Кларк, но нарушила данное обещание, выпустив роман «После тебя». В книге романа героиня, пережив смерть любимого, возвращается в семью и пытается жизнь начать сначала. Что же делать, потеряв любимого человека? И стоит ли жить после этого? Раны телесные и залечены, а вот душа страдает и ищет исцеление. И это исцеление ее дают члены группы психологической поддержки, предлагая разделить с ними радости, печали и ужасно невкусное печенье. Благодаря им она знакомится с Сэмом, врачом скорой помощи, сильным человеком, который знает о жизни и смерти все. И Сэм оказывается единственным человеком, способным понять Лу Кларк. Но сможет ли Лу найти себе силы вновь полюбить? И об этом вы узнаете, прочитав продолжение романа «После тебя». Еще один роман Джоджио Моэс, который был экранизирован, этот роман «Один плюс один». Он рассказывает о жизни матери-одиночки Джесс Томас, который вкалывает на двух работах. У нее на руках двое детей, сын подросток, который школьные хулиганы избивают за то, что он не похож на других, и десятилетняя дочка с потрясающими математическими способностями, которой обязательно нужно попасть на Олимпиаду по математике. Кажется, все идет ко дну, и спасти семью может только рыцарь на белом коне. Это Николс, плюс певающий компьютерщик, и именно его загородный дом время от времени убирает Джесс. Но у него, внешне благополучного человека, все пошло наперекосяк. Своё будущее Эд видит исключительно в брачных тонах. Однако он не понаслышке знает, что такое одиночество, и потому хочет помочь Джесс и ее детям. Так начинается необычный любовный роман «История о встрече двух одиночеств». Эти и другие потрясающие и трогательные романы Джорджа Моэс – это не просто повествование вспыхнувшей страсти, а о переплетении судеб людей, в чьей жизни так мало места для истинного счастья. И на сегодняшний день из-под пера Джорджа Моэс вышло 16 романов, которые были переведены в 28 языков мира. И писательница является одной из немногих, кому удалось дважды выиграть премию Ассоциации романтических новеллистов в номинации «Романтические новелла года». Первый раз в 2004 году за роман «За морские фрукты», а второй раз победа Джорджа Моэс досталась в 2011 году за роман «Последнее письмо от твоего любимого». Творчество Джорджа Моэс продолжает радовать ее читателей, и многие уже ждут новых произведений от этой талантливой писательницы. И если вы еще не знакомы с ее книгами, рекомендуем начать с романов «До встречи с тобой» и «После тебя», и вы сможете полностью погрузиться в ее увлекательные и трогательные истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова